Когда была найдена убитая девушка-подросток, крошечный городок Уаса в штате Висконсин погряз в страхе. Каждый волновался, что станет следующей жертвой непрошенного гостя. Но если мотивом были деньги, почему он их не унес? Истории подозреваемых лишь больше озадачили детективов. Они задавались вопросом, было ли это лишь представление, чтобы скрыть то, что происходило за закрытыми дверьми на самом деле. Или искренняя боль от утраты любимого человека, пока они не нашли ошеломляющую подсказку, способную забить последний гвоздь в крышку гроба убийцы. Суббота 2 мая 2009 года началась для службы спасения тихого городка Уаса в Висконсине так же, как любой другой день. И хотя предполагалось, что день и дальше будет ничем не примечательным, в 13.30 поступил звонок. Женщина сказала, что к ней обратился сосед с просьбой вызвать скорую помощь для девушки и его брата. Она лежит на полу их квартиры с раной на горле и порезами по всему телу. Полицейские, отправившиеся по вызову, надеялись, что женщина ошиблась, потому что часто ситуация оказывается не столь серьезной, как описывает ее позвонивший человек. Но не в этот раз. Полицейских на парковке многоквартирного дома ждали несколько человек. Один из них отделился от толпы и повел их к квартире. Это был 19-летний Хьюго Рамирес. Молодой человек едва мог формулировать слова в предложение, из-за того, как сильно он плакал и трясся. Хьюго собирался показать детективам, что его так шокировало. Офицеры тоже нескоро забудут эту картину. Войдя в квартиру, они прошли через ничем не примечательные гостиную и кухню и подошли к небольшому коридорчику. Хьюго указал на спальню в самом его конце слева. Даже до того, как они вошли в комнату, офицеры были поражены открывшимся зрелищем. Начавшая подсыхать кровь была везде – на ковре, на вещах и, конечно же, на девушке, которая лежала в центре этой кровавой сцены. Хьюго сообщил, что девушку звали Бриана Шнеллер. Ей было 18 лет. Бриана лежала на спине, ее изувеченное лицо прикрывало полотенце. На шее и всей верхней части туловища тоже зияли глубокие раны. Порезы на руках указывали на то, что девушка поборолась за свою жизнь. Но убийца оказался сильнее. Теперь полиция и следовало торопиться. Журналисты уже окружили место преступления и нельзя было допустить, чтобы близкие Брианы узнали о ее гибели из новостей. К тому времени, когда офицеры связались с семьей Шнеллер, те уже знали, что что-то случилось в доме, где жила девушка, и что кто-то погиб. Но они не знали, что жертвой стала именно она. Родители безрезультатно пытались связаться с ней. Им сообщили новость в участке. После чего попросили опознать Брианну по фотографиям, сделанным на месте преступления. Но даже подтвердив, что это она, ее родители, Крейг и Лори, и брат Рокки, все равно не могли поверить в случившееся. Несмотря на печаль, которую невозможно было выразить словами, члены семьи попытались предоставить полиции как можно больше информации о Бриане и деталях ее жизни, предшествовавших убийству. Крейг и Лори рассказали, что по большому счету жизнь Брианы не отличалась от жизни ее сверстников. Она заканчивала школу, подрабатывала официанткой в ресторане, а свободное время любила проводить с друзьями. Ей нравились шоппинг, танцы и музыка. Помимо этого, летом Брианну ждала поездка в Теннесси, где она должна была представить важный проект для известной некоммерческой национальной организации студентов профессионального и технического профиля. Бриана оказалась единственной в целом штате Висконсин, кто подходил по всем пунктам для участия в этом мероприятии. По мнению семьи, произошедшее не имело смысла. Как пояснил Крейг, у нее не было ни единого врага. С ее бойфрендом, 22-летним Себастьяном, братом Хьюго, отношения были прекрасными. Молодые люди познакомились пару лет назад и с тех пор не разлучались. За это время родители неплохо узнали парня. Конечно, у них были сомнения, когда 18-летняя Бриана решила переехать в квартиру, где Себастьян жил с братом. Родители волновались по поводу того, что дочь взрослеет слишком быстро. Но Себастьян искренне любил их дочь, поэтому они смирились с ее решением. После окончания школы она собиралась получить высшее образование в сфере ресторанного менеджмента и мечтала открыть собственное заведение с Себастьяном. Ей по-настоящему нравилось крутиться в ресторанном бизнесе, и ее любили коллеги и посетители. Родители девушки также помогли полиции сузить временные рамки нападения на Брианну. Дело в том, что ее мать Лори была последним человеком, который общался с Брианной за несколько часов до обнаружения тела. В тот день Лори отвезла машину дочери в автосервис и отписалась ей в 10 часов утра. Таким образом, на девушку напали после того, как мать с дочерью поговорили в 10 утра и до того, как в 13.30 ее нашел Хьюго. Пока детективы разговаривали с родителями девушки, криминалисты нашли ряд улик на месте преступления. Прежде всего, в глаза бросался утюг, лежавший на полу недалеко от Брианы. От него отвалилось множество деталей, которые валялись разбросанными на полу. На утюге была кровь. Это говорило о том, что убийца мог воспользоваться им как оружием. В раковине в ванной комнате лежали два ножа. У одного из них не хватало острого кончика. Рядом на мыле криминалисты нашли кровь. То есть, убийца нашел время помыть ножи и руки, но не заметил, как оставил кровавый след от обуви на коврике. Осмотр остальной части квартиры выявил еще два интересных момента. Во-первых, не было признаков насильственного проникновения в жилье. Во-вторых, кажется, ничего не пропало. Последнее было особенно любопытно, потому что по всей квартире валялись разбросанные наличные. Разные купюры от 1 до 20 долларов. В целом, набиралась неплохая сумма. Если бы грабитель ворвался в дом ради денег, то взял бы их. Таким образом, улики на месте преступления говорили о том, что целью нападения стала именно Бриана. Подтверждала этот вывод и аутопсия. Самое главное, что сообщил судмедэксперт детективам, это то, что девушка боролась за свою жизнь. И под ногтями, вероятно, осталась ДНК преступника. Образцы кожи под ее ногтями отправили на анализ. Но в целом, вскрытие подтвердило то, что следователи и так знали. Нападение было беспрецедентным по своей жестокости и ярости нападавшего. Ей нанесли травму тупым предметом по голове, скорее всего утюгом. Также преступник полоснул по горлу Брианы ножом, после чего нанес столько ударов, что патологоанатом даже не смог точно сосчитать их число. Удары ножом были особенно сильными, и по меньшей мере, два из них способны были убить ее меньше, чем за минуту. Кончик одного из ножей, найденных в раковине, был обнаружен в ране девушки. Обычно столь жестокое нападение говорит о том, что убийца должен был испытывать неудержимую ярость по отношению к жертве, чтобы нанести столько травм. Но кто мог испытывать к Бриане такие сильные чувства? Полицейские знали как минимум одного человека, с которым им следовало пообщаться незамедлительно. Себастьяна привезли в участок вместе с братом, но их отвели в разные комнаты для допросов, чтобы позже сравнить показания. Себастьян рассказал, что утром он проснулся в 9 часов 15 минут, за час до того, как должен был появиться в ресторане мексиканской кухни, где они с братом работали. Ресторан El Tequila Salsa находился примерно в 3 километрах от квартиры. И путь туда занимал 5-10 минут. Молодой человек принял душ и поболтал с Брианной, потому что в субботу ей не нужно было ехать в школу. Хьюго проспал, и брату пришлось разбудить его перед самым выходом из дома в 10 часов утра. В 10.15 Себастьян уже был на работе и находился там, когда ему позвонили и сообщили о произошедшем с его девушкой. История Хьюго началась так же, как и версия его брата. После того, как брат его разбудил, он быстро собрался и вышел из дома на 10-15 минут позже Себастьяна. На работе ничего необычного не происходило. В 13.20 Фьюго ушел на перерыв и поехал домой, чтобы немного вздремнуть. Войдя в квартиру, поначалу он не заметил ничего необычного. Он прошел по коридорчику и зашел в свою комнату, но тут же почувствовал себя некомфортно, как будто что-то было не так. Тогда-то он и заметил, что дверь комнаты Себастьяна открыта. Хьюго заглянул внутрь и к своему ужасу увидел, что Брианна лежит на полу. Подбежав, Хьюго стал выкрикивать ее имя, просил подняться, прийти в себя, но она не реагировала. Только тогда он заметил, сколько в комнате крови. Он попытался набрать номер службы спасения, но у него вдруг перестала работать голова, а руки тряслись так сильно, что он даже не мог нажать кнопки. Тогда он побежал вниз и сквозь истерику попытался объяснить соседке, что нужно позвать на помощь. Молодые люди, казалось, были искренне раздавлены случившимся. Следователи хотели им верить, но они знали, что нужны доказательства непричастности парней. Возможно, они просто были прекрасными актерами или скрывали раскаяние под маской печали и боли. Так как истории братьев были одинаковыми, детективы рассматривали вероятность того, что преступление совершил один из них, а второй покрывал брата. И в таком случае именно у Себастьяна был вероятный мотив. Офицеры расспросили братьев о том, как они оба относились к девушке. Возникали ли у них претензии к ней, ссоры, ревность? Себастьян категорически отрицал какие-то проблемы и придерживался своей истории. Брианна была любовью всей его жизни, и они были в предвкушении совместного счастливого будущего. Хьюго допрашивали с еще большим пристрастием. Особенно после того, как выяснилось, что молодой человек в тот день должен был работать до трех часов дня. Но он страдал от похмелья и поменялся с коллегой временем перерыва, чтобы поехать домой и прилечь. Детективы хотели знать, происходило ли что-то между ним и Брианной. Ругались ли они? Возможно, Хьюго тоже хотел встречаться с девушкой, но брат оказался более успешным соперником. Хьюго это яростно отрицал. Брианна была ему как сестра. Он знал, насколько сильно они с Себастьяном любят друг друга и никогда бы не встал у них на пути. Эти допросы продолжались часами. Но чтобы полицейские не спрашивали, Хьюго и Себастьян стояли на своем. Зато парни смогли прояснить вопрос по поводу денег, которые валялись разбросанными по всей квартире. Это были чаевые Хьюго. Прежде он аккуратно складывал все деньги, но в последнее время стал лениться. Приходя домой, он просто выворачивал карманы, где попало, всякий раз обещая себе заняться этим потом. Взяв у братьев образцы ДНК, детективы отпустили обоих. Но по их мнению, они были единственными подозреваемыми в убийстве. Поэтому их следующей задачей было подтвердить или опровергнуть показания братьев. Коллеги из ресторана мексиканской кухни Эль Текила Сальса подтвердили, что парни были на работе. Больше того, в ресторане были установлены камеры видеонаблюдения, которые, в частности, снимали работу кухни. Просмотрев видео, полицейские удостоверились в том, что Себастьян появился на работе первым, в 10.13, и не уходил до того, как было найдено тело Брианны. Хьюго пришел на работу через несколько минут после брата и ушел на перерыв в 13.20, как он и сказал. В то же время детективы занимались еще одной зацепкой. Дело в том, что их вывод о том, что из квартиры ничего не пропало, был поспешным. Хотя деньги и ценные вещи действительно остались на месте, полиция не нашла телефон Брианны. Как любая девушка-подросток, Брианна всегда держала телефон при себе. К тому же, в 10 часов утра они с мамой обменялись сообщениями. То есть, до убийства он точно был при ней. Это чрезвычайно заинтересовало полицейских, так как на телефоне могло быть что-то, содержащее ключ к разгадке ее убийства. Поэтому детективы сделали его поиск своей приоритетной задачей. Они обратились к оператору Брианны. Сотрудники телефонной компании выяснили не только то, что он включен, но и точное его местонахождение. Следователи только взглянули на указанный адрес и обомлели. Они знали это место. Больше того, они только что там побывали. Телефон находился возле ресторана «Эль Текила Сальса», где работали братья Себастьян и Хьюго. Детективы помчались к заведению, чтобы найти и изъять устройство как можно скорее. Прибыв на место, они поняли, что указанные координаты принадлежат не самому ресторану, а парковке торгового центра, в котором располагалось заведение. Полиция вскоре сузила район поисков до участка, где стояли мусорные баки. Детективам очень не хотелось перебирать все пакеты с мусором, и им пришла в голову простая по своей гениальности мысль. Они звонили на телефон, открывая баки один за другим. Наконец, они услышали звонок. Осторожно отодвинув содержимое бака, офицеры увидели светлый пакет, через который шел свет от экрана телефона. В пакете был ряд вещей, не только телефон. Полицейским не терпелось его открыть, но следовало прежде отправить его в лабораторию, потому что на нем могла остаться ДНК. Особенно вверху пакета, где кто-то его старательно закрутил. Но один вывод следователи могли сделать уже сейчас. Это был не самый обычный пакет, а пакет с логотипом ресторана Эль Текила Сальса, в котором посетители забирали еду на вынос. Кольцо вокруг братьев сужалось все сильнее. Конечно, у них, казалось бы, было алиби. Но следователи не могли предположить, чтобы убийство совершил кто-то другой. К тому же патологоанатом не мог установить время гибели девушки с точностью до минуты. Что если преступление произошло чуть раньше, чем они предполагали? Девушка пообщалась с мамой в 10 часов утра. Что если сразу после этого один из братьев или даже оба убили Брианну, быстро собрались и появились на работе в 10 часов 15 минут? А затем выбросили пакет с уликами в мусорный бак у ресторана, ожидая, что его никто не найдет. После того, как криминалисты взяли образцы ДНК с пакета, его, наконец, можно было открыть. Помимо телефона Брианны, внутри лежали теплые перчатки, но от разных пар. Причем на одной из них была кровь. А также женское нижнее белье. Чего угодно ожидали следователи, но не такого. В них возникло больше вопросов, чем ответов. Как подтвердил Себастьян, белье принадлежало Брианне. Одна из перчаток тоже, вероятно, была украдена из квартиры. Но эти предметы противоречили всем версиям, которые рассматривали детективы. Если преступление совершили Хьюго или Себастьян, с их стороны было просто нелепо забирать белье девушки. Но Себастьян и Хьюго не убивали Брианну. Изучив ее телефон, следователи увидели, что последней с ней общалась не мама, а подруга. Бриана отправила последнее сообщение в 10.23, когда братья уже точно приехали на работу в ресторан, что подтверждалось камерами наблюдения. Все расследование перевернулось с ног на голову. У полиции никогда не было других подозреваемых, кроме братьев Рамирос. Но получалось, что оба совершенно невиновны. Кто же убийца? И почему он выбросил пакет с уликами прямо возле ресторана Эль Текила Сальса? Теперь детективы должны были добавить в список подозреваемых массу имен – сотрудников и посетителей ресторана. Они считали невероятной возможность того, что кто-то, не имеющий отношения к ресторану, убил Брианну, собрал компрометирующие улики и выбросил их непосредственно возле ресторана. Поэтому прежде всего они просмотрели список сотрудников. И один из них привлек их внимание – Лусиана Санчес Рамос. Молодой человек жил в том же доме, что и Брианна. Но что самое важное, утром в день убийства он был дома. Он приехал на работу через полчаса после того, как Брианна отправила последнее заобщение подруге. Когда полиция привезла парня на допрос, он не проявлял особенного желания общаться. Возможно, виной тому был его иммиграционный статус или просто неприязнь к полиции. Тем не менее, он согласился предоставить образец ДНК. Детектив спросил, может ли кто-то подтвердить его алиби, хотя бы частично. Лусиана сказал, что такой человек есть. Его коллега – повар ресторана Рауль, который подвез его на работу. Полиция поговорила с Раулем. Тот подтвердил, что заехал за Лусиана. Подъехав, Рауль посигналил, и буквально через пару минут Лусиана вышел из дома. Вел он себя, как обычно. Но следователи хотели бы получить какое-то надежное подтверждение этого. И надеялись, что видео камер наблюдения подскажут, что тем утром сделал Лусиана. Он действительно приехал на работу к 11 часам утра. Но не остановился ли он у мусорного бака, чтобы выбросить улики? К сожалению, все камеры ресторана снимали внутри заведения. Однако напротив мусорных баков располагалась автозаправка со своими камерами наблюдения. Качество съемки оставляло желать лучшего. Кроме того, мусорные баки находились далеко от заправки. И все же эти видео оказали неоценимую помощь расследованию. 9 мая полиция наконец закончила просматривать все видео из ресторана и парковки, на которой располагались мусорные баки. По отдельности, они были не слишком-то полезны. Но когда детективы сопоставили время на них, они получили намного более ясную картину произошедшего. 2 мая в 13 часов 16 минут через заднюю дверь ресторана вышел один человек. В то же время, только один человек приближался к мусорному баку. Это был 22-летний повар ресторана Рауль Понцероча. Он выбросил мусор, быстро вернулся на кухню ресторана и помыл руки. Но еще интереснее было то, что Рауль был единственным, кто выходил из ресторана в промежуток времени, когда было совершено убийство Брианы. В 10.21, всего через несколько минут после того, как братья Рамирес приехали на работу, он вышел через заднюю дверь, чтобы поехать за Лусиана, и вернулся в 10.56. Причем он уходил в толстовке коричневого цвета, но вернулся без нее. Он подтвердил, что они с Лусиана не делали никаких остановок по пути назад на работу. Детективы уточнили у него, почему тогда его не было 35 минут, если поездка за Лусиана должна была занять максимум 20 минут. Куда же делись еще 15? Но Рауль оказался на удивление упрямым. Он стоял на своем и не пытался это объяснить. Тогда детектив спросил о порезах на его руках. Тут у Рауля было объяснение, он ведь как-никак повар и имеет дело с ножами. Но молодой человек утверждал, что порезался недели три назад, а выглядели раны свежими. Хотя следователи были уверены, что перед ними настоящий преступник, один вопрос не давал им покоя. Почему Рауль напал на Бриану, да еще с такой жестокостью? Ведь он был с ней незнаком и видел ее только мельком. Братья Рамирес прекрасно к нему относились, считали его таким себе весельчаком, который всегда рассказывал какие-то забавные истории и никогда с ним не ссорились. Но детективы вскоре найдут ответ и на этот вопрос. У полиции было достаточно улик, чтобы взять образец ДНК Рауля и получить ордер на обыск дома, где он жил с родителями и братьями. А чтобы он не пустился в бега, его задержали на основании нелегального пребывания в стране. Обыскав его спальню, полицейские нашли перчатку, которая приходилась парой той, что оказалась в мусорном баке, и толстовку с волоском на ней, который мог принадлежать Брианне. Наконец, под матрасом полиция нашла несколько видео для взрослых и женские трусики, 4 штуки. Все встало на свои места, когда офицеры припомнили слова матери Брианны, Лори, о том, что в тот день она отвезла машину дочери в автомастерскую. Хотя Рауль все отрицал, полиция установила, как развивались события тем днем. 2 мая 2009 года Рауль пришел на работу в ресторан около 9 часов утра. По пути он проехал мимо дома, где жила девушка, и заметил, что ее машины нет на обычном месте. Поэтому он допустил фатальную ошибку, предположив, что ее нет дома. Зная, что Хьюго и Себастьян скоро приедут на работу, он решил, что это отличная возможность пополнить свою скромную коллекцию и выкрасть кое-что из белья Брианны. Спустя буквально несколько минут после того, как братья Рамирес пришли на работу, Рауль вышел, сел в машину и под тем предлогом, что едет забирать Лусиана, направился к дому, где жила девушка. Он не посигналил Лусиана сразу же, а пошел в квартиру, где жили братья и Брианна. Замок квартиры был не очень надежным. Достаточно было поддеть его пластиковой карточкой. Он проник в квартиру. Если бы девушка застала его на месте, то Рауль мог бы сказать, что ищет братьев и дверь была открыта. Но, вероятно, девушка застала его, когда он воровал ее белье. Понимая, что она точно его опознает, он запаниковал, сначала ударил ее утюгом, а затем полоснул по горлу ножом и нанес еще ряд ранений. Детективы предполагают, что он начал получать удовольствие от процесса. В противном случае непонятно, зачем он столько раз бил ее двумя ножами. После убийства он попытался быстро прибраться и взял улики с собой, ведь ему все еще нужно было забрать Лусиана. Затем он вернулся на работу, как будто ничего не произошло, и, улучив момент, выбросил пакет с уликами. Все сомнения в причастности Рауля исчезли, когда пришли ответы из лаборатории. ДНК парня была на ноже, пакете, перчатках, утюге и под ногтями Брианны. Волос на его толстовке тоже принадлежал жертве. И даже окровавленный отпечаток обуви в ванной комнате совпал с размером и рисунком обуви Рауля, в которой он был в день убийства. Рауля обвинили в убийстве Брианны. Суд начался в 2011 году. Изначально во время допросов Рауль утверждал, что с Брианной не общался и не заходил в дом, где она жила. Но к началу суда его история изменилась. Несмотря на то, что убийство, совершенное им, едва не повесили на Себастьяна и Хьюго, Рауль не испытывал никакого раскаяния и решил обвинить в преступлении третьего невиновного человека. Он рассказал, что заходил в квартиру, но ушел, а там остался еще один его коллега – Серджио, с которым Бриана что-то обсуждала в другой комнате. Это заявление могло посеять сомнения в головах присяжных, потому что Серджио поспешно уехал в Мексику, и адвокаты Рауля были уверены, что допросить его не удастся. Однако полиция смогла связаться с молодым человеком в Мексике, и он не был рад услышать, что его имя вывалили в грязи. Он приехал на суд и доказал, что в день убийства и близко не подходил к девушке, а уехал поспешно, потому что ему нужно было позаботиться о больном отце, у которого нашли рак. Никто не ожидал появления Серджио в суде, и это был серьезный удар для защиты подсудимого. Всего 90 минут потребовалось присяжным, чтобы признать Рауля виновным в убийстве первой степени, ограблении и краже. Его приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Так из-за нелепой ошибки погибла девушка, ведь Рауль не шел в квартиру с целью убить ее. Но почему он выбрал убийство вместо обвинения в незаконном проникновении? Побоялся, что его депортируют, что все узнают о его коллекции или же сам не отдавал отчет своим действиям. А затем накрыл лицо девушки полотенцем, не в силах видеть, что натворил. Отец Брианны признался, что хотел бы поговорить с Раулем, возможно, задать ему все эти вопросы. Рауль согласился встретиться с ним, но так как он не взял на себя ответственность за это преступление, бюрократия уголовно-исполнительной системы не позволяет это сделать. После суда Лори Шнеллер сказала, что вердикт не вернет ее дочь, но позволит им жить дальше. «Мы рады, что справедливость восторжествовала ради нее», – сказала женщина. Я не знаю, будет ли когда-нибудь хоть один день таким, как прежде, но после вынесения приговора стало чуть легче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова